В Европе города становятся всё более перегруженными, зелёные зоны уступают место бетону, что также способствует глобальному потеплению. Наводнение, повышение температуры в мегаполисах, загрязнение воздуха – вот лишь некоторые последствия быстрого развития наших городов. Но, как оказалось, есть природные решения, способные помочь восстановлению баланса между требованиями времени и интересами окружающей среды. Сегодня всё больше регионов делают ставку на так называемые природные решения, поэтому пути пошли, например, Эйнховен, а также Тампера и Генуя в рамках европейского проекта ЮНАЛАП. Голландский Эйнховен, к примеру, сделал ставку на улучшение климата города. В центре города очень много бетона. Это создаёт термическую нагрузку. В прошлом году Эйнховен побил рекорд, став самым жарким городом Нидерландов. Там зафиксировали 41 градус. Однако в дождливые дни городские улицы часто затопляются, и это отдельная большая проблема. Асфальтовые дороги быстро накаляются на солнце, отдавая тепло, а в дождь их легко затопить. В городе сделали ставку на развитие и расширение зелёных зон. И так сразу решают две главные экопроблемы. Мы увидели, что природные решения у нас работают очень хорошо, позволяют улучшить качество жизни, дают другие преимущества. Как правило, города переполнены бетоном. Но если вы обращаетесь к природным решениям, то экология пространства улучшается. Мы также увидели, что зелёные решения позволяют сэкономить. Отдельные здания и целые кварталы поглощают солнечные лучи, что ухудшает качество жизни для их обитателей. Возникают так называемые островки тепла. Власти стремятся не допустить их высокой концентрации. Одно из решений — активное озеленение. Вы должны представить, раньше здесь кругом был битум. Все появившиеся насаждения призваны поддерживать биоразнообразие и улучшать качество жизни горожан. А ещё мы наладили инновационную систему сбора дождевой воды. Разбитый над подземной парковкой сад оснащён умным водосборником, поступающая дождевая вода, затем идёт для полива растений. Подобные зелёные решения улучшают городской климат. Тепловой стресс летом слишком высок. Мы не привыкли к такому в Нидерландах. Поэтому в городе летом не так уж приятно находиться. Если мы посадим больше деревьев, зелени, то сможем снизить температуру. Это место полностью изменилось. Просто небо и земля. Раньше тут были только бетонные скамейки и вообще никакой растительности. А теперь здесь прекрасно. Я думаю, что вернуть природу в города очень важно. Мы слишком долго пренебрегали зелёными решениями. Главная идея проекта — рассматривать городские среды обитания как живые организмы, интегрируя в них зелёные зоны. Это позволяет снизить температуру, улучшить качество воздуха, так как растения ещё и отличные фильтры, способные задерживать больше загрязняющих частиц, чем асфальтированные поверхности.